Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня я уже выложила видео, где говорила, что буду высаживать вот эти штамбовые сорта, которые холодостойкие, которые можно загущенно высаживать. А сейчас хочу показать, как именно я сажу их вот на этой заваленке вдоль теплицы. Потому что даже один сорт, в зависимости от условий, куда мы хотим его разместить, можно выращивать и высаживать по-разному. Я не говорю, конечно, что все должны высаживать именно так, вот эти сорта нет. Вот где в открытом грунте, где грядка свободная, я высаживаю совсем по-другому. А этот способ именно на заваленках вокруг теплиц. Я вам сейчас покажу, как делаю и покажу, почему именно я так делаю. Вот видите, вот я взяла, вот высаживаю таймур. Несмотря на то, что он штамбовый, он невысокий, он 50 сантиметров, но все равно рассада прям вот огромная, хорошая такая. И если бы я высадила его без заглубления, вот так вот просто, вы же понимаете, она еще немножко вырастет. И вот видите, там-то у меня перцы. И она немного тогда даст тени перцам, которые в теплице. Поэтому я делаю так, заглубляю, убираю все нижние листья, вот так, 3 или даже 4 листа. Несмотря на то, что корневая сильная, хорошая у него, но убирая вот эти вот листья, я сразу убиваю двух зайцев. Во-первых, по всему стволу у меня будет образована еще дополнительно корневая система. Это во-первых. Во-вторых, он будет более, как сказать, коренастый. Его не будет не мотать ветром, но более устойчивый. И в-третьих, он будет, хотя он и так 50 сантиметров, он будет еще более низкорослый. И вот тем перцам, которые там в теплице высажены, он не доставит никакого неудобства. Потому что перцы вот в этом месте я высаживаю только высокорослые. Вот там лимонное чудо. Оно метр двадцать, метр тридцать. Также вот желтый слон, также гладиатор по этой стороне сажу. И вот первые 30 сантиметров, на высоту которого вырастает томат, тут у них только вот этот черенок, ну стебель нижний голый. Там солнца не нужно. У них начинаются плоды на расстоянии 30 или 40 сантиметров от земли. А в этом месте вот этот томат, он уже закончится. Он завершкуется, он будет как в ширину. И вот смотрите, еще одно преимущество. Вот они уже бутончики лезут. Плодоношение начнется почти от земли. И вот те листья старые, которые потом будут старые, мы бы их все равно убрали. Я вот убираю вот эти листья. Сейчас вот раз, два, три, четыре. Сейчас, если бы я даже не заглубляя высадила вот так, через какое-то время вот эта новая масса листовая, она росла бы, я бы их все равно убрала, потому что они, во-первых, близко к почве, они пожелтеют, постареют. И вот так заглубляя томат, я получаю более низкорослый, более коренастый, который немного, дает не очень много тени, вот тем перцам, которые будут там расти. И им хорошо перцам, и нам хорошо. И он будет, можно сказать, весь этот ствол, который дальше растет, он сразу уже будет в томатах. Не будет вот этого вот голого стержня, который по неволе образуется, если не заглубляя его посадить. И я потом летом покажу вам такие посадки. Не знаю, я уже много лет так высаживаю, мне нравятся. Они такие коренастые, они получаются не просто детерминатные, а супер детерминатные. Прямо сразу вот они, цветочные кисти. И отсела вот до сюда, он вырастет, все. Тени от него не будет, хороший, крепкий. Вот это вот полюс, а это таймы. Вот эти оба сорта я сейчас загущенно посажу, и будет целая вот такая полоска вот этих крепышей холодостойких, которые не боятся мороза и дадут нам стабильный урожай. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот особенности высадки таких томатов, которые позволяют выращивать себя загущенно. Можно их приспосабливать в любом таком, на заваленках, в закуточке, в маленьком. Высаживайте хоть куда, 20-30 сантиметров, есть свободный. Воткните полюс или таймыр. Все. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...